Тракторы и автомобили на областных дожинках у Ельска – это не просто техника, а подарунки перемостам. Неоглядя дичина проблемы, связанная пеш за все за несприяленными климатичными умовами, у значной частых из подарок досягнуты не дрянные выники. 242 экипажа намолотили больше тысячу тонн сбожим, тярод тысячников и амаль 300 водителев, безумовные лидеры – экипаж Василя Коваля и Виталия Ильева за агрокомбината Холмич Реческого района. Зараз и не подводить выники было не просто, але в целом усе отрымалося. 16,5 тысяч на мала цель общая, мы с экипажем 30,5 тысячи, поэтому для этого года, я считаю, это вполне хорошее. Новые урожаи представили на дожинку с кемкермаши, тут и бульбы в мехах, и домашние нарихтовки в условиях, плюс разностаенные продукты харчевания, нахват сала, колбасы и других присмаков. Аграрный сектор головную задачу выполнил, харчевая безопасность гарантирована. В лечебном выражении на каждого работника сельской господарки все это на Гомичине уже реализована продукция на 9,5 миллионов рублей, с упрость 6 в середнем по республице. В осеннике урожаи 2015 – капуста, морква, перец, цебули, яблоки и самое главное – хлебный каравай, как символ богатия и добробытого. На дожинках у Ельску представники у всех районов в области по сутности все это свои працы можно гонариться кожны. Было не просто, лишь не разгубились и представили самоданно, что, до речи, у вынеку повысила еще и властную самооценку. Можем, коли необходима. Мы что-то строим, когда в любой обстановке, при любых погодных условиях мы делаем дело, которое дает возможность коллективу жить и нормально работать. Мы не уменьшили производство, особенно животноводской продукции, и думаем, начало 2016 года будем идти с приростом. Хоть дожинки – это свято не только работников сельских господарших предприемств, але и у всех, кто связан с агропромысловым комплексом, вытворцов техники так само. Причем на одной линейце не только сучастные тракторы и комбайны, некоторые из-за каких, до речи, покулящи проходить выпробования и яснують у одинковых экземпляров, тут же сельскохозяйственная техника, на которой працавали некольких десяти годов тому, сегодня до нее можно относиться по-разному, але видовожно, что без достигнений минулых поколений аграроев не было б и сегодняшних поспехов. Трактор Т-74 у сего было вырублено кля 900 тысяч таких машин. Вот это, например, працавал около 21-й съезд КПСС Реческого района. Кажут, что по своем части это был вельми надеянный трактор. Перамосты областных дожинок сегодня-то возначали по четырех номинациях. Лепшая по уборце сборжевых и зернебобовых, лепшая по нарктовцах кормов, плюс две номинации по живелогадовле. Гомельские, Ветковские и Добрские районы на Жневеяны были с оправдой лидерами. Напрягать никого не приходилось. Даже замечаний было очень мало по уборке. С раннего утра до позднего вечера комбайнеров невозможно было с поля выгнать. Даже если дождь шел, стояли, обсыхали комбайны, обсыхал жниво и опять шли на уборку. Лепшая господарка по уборце сборжевых, агрокомбинат Паудневых, Гомельского района, сирот комбайнеров Василь Коваль и Виталь Ильев за агрокомбината Гомельского района, лепшая по нарктовцах кормов прозвучить у Гомельским и Ветковским районах. Переимать передовой опыт празы уже в Велогадовне, теперь можно на Мазырщине. В этом году при всех климатических проблемах, которые мы сегодня имели, тем не менее 1,088,000 тонн мы получили. А если проанализировать работу вообще аграрного сектора в этом направлении и в этой пятилетке, то, конечно, приятно отметить, что область в целом в среднем имеет по 1,290,000 тонн ежегодно. Поэтому я думаю, что это для Гомельской области еще не предел, и мы с каждым годом должны и будем добавляться. Олег Синчаров, Йоген Макеенко, телерадо компания Гомель, Зиилска.